А я пацан молодой, зовут Олега Ю Я ничего не боюсь, я быстро бегаю За любимую девочку, постоять я смогу Ребят, всем привет! Мы находимся где? Горнолыжная база Черная гора, деревня Беленицы Короче, горнолыжный курорт Курорт приехали кататься на сноуборде Вот взял сноуборд прокат, ботинки такие крутые Короче, ребят, быстренько к теме Мне передала эстафету Елена Готовим и едим дома Я быстренько отвечу и наступится ролик катания Цель создания канала, первый вопрос Во-первых, чтобы стать популярным Во-вторых, чтобы на нем зарабатывать деньги Второй вопрос Поддерживает ли меня моя родня? Да, родня меня вся поддерживает Даже занимается вместе со мной Подписывает ролики У всех есть пароль от моего канала В общем, все занимаются, мне во всем помогают Третий вопрос Что отрицательного на Ютубе? Я не знаю Мне на Ютубе не нравится сама платформа То, что она все время глючит, людей отписывает Колокольчики отжимает и все такое прочее Очень многое в нем непонятно Так, а что положительного есть в Ютубе? В Ютубе есть положительное, что есть новые знакомства Возможность с кем-то подружиться Пообщаться Посмотреть их неинтересные контенты И все такое прочее И пятый вопрос Ваша мечта Моя мечта Не знаю, стать популярным на Ютубе Успешным Особо такой пока мечты нету, не знаю Вот Все, вот эти пять вопросов я ответил Потому что Елена меня попросила И стафету я передавать, ребят, никому не буду Потому что не хочу никого напрягать Кто захочет эту стафету сами подхватывать Отвечайте на эти пять вопросов И передавайте кому хотите Я передавать никого не хочу Так что я сейчас буду одеваться, обуваться И полетим с горки Первый раз в жизни Пойдем пробежим Ну, товарищи, хочу заметить, что Олег раньше катался Так что он не новичок Он немножко лукавит Просто давно не катался Черт Я сам себе защемил крепление Олег, ты справишься, я знаю А как увидим? Вот смотри-ка, как будто бы всю жизнь стоишь на доске Красота Мы все умрем Да нет Нет Короче, ребят, скатиться надо куда-то туда, говорят Да Потом типа по турникету подниматься Я боюсь, что я левша Меня сейчас не ведет куда-нибудь влево в кусты И я прям режу Но если чё Если я не доеду Я тормозну Вот так резко Ольга Хе-хе-хе-хе хе-хе Это вырежет Угу Как, Как он Ты катался, Олег, раньше? Ну, Una а продолжить на ту же ой господи мне страшно ты не представляешь как будто я сама еду честно говоря новичку здесь не справится а ты говорил эта штука не да давай я не могу ой как я боюсь я не могу тебя толкать может и портфель снимешь ну что ли в добрый путь давай как я переживаю за тебя олег вот так олег поехал на сноуборде вообще молодец вот я так не скатилась ребят это очень стремно и он упал первый блинком ребят так ребята учатся кататься здесь профессионалы новички здесь есть вот деревня беленица недалеко от иваново буквально красивые очень виды все классно даже несмотря на то что сейчас погода почти что плюсовая кататься вполне себе можно очень здесь красиво далее от города и весь город кстати видим что хорошие местечко для катания ждем возвращение олега и его рассказе о том как прошло катание что господа вот и возвращается олег со своего первого спуска ну что олег вот ты к нам вернулся как ощущение твои я что как вообще спуска что случилось а почему потому что я не могу в правую сторону выкручивать я там разбил ну ты не повредился сильно а как живут другие спускаются и думаешь что один левша и ничего некоторые крепление немножко расположены не так как мне надо мне надо чтобы нога вот это она была вот здесь и завернута была в левой на пол и по я бы мог тогда упираться на носки и поворачивать направо но это для меня очень сложно снова не под себя сделал да это тебя получается нужен нужно твой сделать и приносить правильно и как же ты будешь кататься цветы ваш мозгов не хватило поднять а почему подъемники а почему он меня тоже завел влево так то есть получается он тебе не у тебя неудобно само снаряжение он меня очень влево как же так то может быть еще пару раз попробовать ну вывод соответствующие делаем товарищи подписчики что нужно делать снаряжение под себя потому что чаще всего чаще всего она не подходит смотрим еще что здесь есть на данном спуске у нас тут плюс 2 градуса товарищи подписчики поэтому довольно скользко и мы все тут подскальзываемся немножко так что очень плохо ехать потому что он уже накатанный снег и тебя это высовывать в чужие колдобины уже накатанной колеи не тобою когда ты едешь первый по горам я учился кататься по горам которые снежные свежие и ты папа настой едешь по свежему и там можно удобно хорошо рулить спокойно тебя никуда не заносит а здесь у меня колдобины все выбритые лыжня чья-то на торе на тебя раз вынырнул на лыжню тебя вот так вот еще и ты поехал уже управление теряешь и едешь уже по лыжне по иону они по своей куда хотел очень сложно но олег ты же в прошлом делал снаряжение так что я думаю все возможно сделаешь под себя но катился ты неплохо я тебе скажу честно говоря очень резво так пошел ну что господа пробуем следующий спуск до вот так вот этот спуск ребята смотрите как красиво смотрите как круто вот человек профессионал я вам скажу красиво съезжает конечно видно уже плохо красиво съехал красиво ну упал конечно в конце ничего страшного видите как здесь круто красивые дома немножко за городом вот этот смотрите спуск идет более крутой вот такой вот где все катаются мы решили опробовать другое так как олег на том уже катался вот олег возвращается съехал он довольно красиво вот все шикарно на самом деле ну как тебе этот спуск вот он то есть здесь немного легче тебе да ну нет хатты съехал очень хорошо очень неплохо да ты из той горы хорошо съехал что тут греха таить товарищи я спустилась чуть ниже вот сейчас олег нам сюда приедет он решил спуститься к нам еще раз показать вы красивый фильм а вот и олег когда на улице поднялся сильный ветер достаточно прохладно стало но это не помеха нашим катанием олег вот решил спуститься еще раз на этом прекрасном склоне а вот и олег красота отлично да ладно понятно а как а где же не уготовит тогда эти шашлы у них даже мангал тут дымом вроде нету а вот вытяжка то от мангала они вот здесь вот готовят значит вот нормально ну а есть легче до города доехать честное слово поедем все репку то все равно вам видео надо можно было кстати не платить 500 рублей за подъемник можно было вот здесь вот подходить прямо на нее на сноуборде цепляться бесплатно без турникета я на нем вообще только один раз и даже не поднялся зачем 500 рубля я дал за что лучше бы шашлыка купил блин что это ну ты бы на будущем будешь точно знать что как и что делать ну чё пошлите ребят последний путь вас пускают от своего вида первого лица поехали вот так мы едем вот мы приехали все скатились вау 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 Субтитры сделал DimaTorzok